всем привет дорогие друзья вы на канале джонни папета мы с вами продолжаем играть в игру life after survival выживание выживание в лесу выживание в мире выживание 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 так и предыдущей серии мы с вами хотели 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 отправиться в осенний лес но перед тем как отравляться я хочу знаете что сделать себе посредневную новую шкурочку посредневную новую шкурочку так нам нужно 5 тряпки руки 5 тряпки это нужно конопли нам не хватает конопли конопли не хватает ну как это так хотя бы еще одну тряпочку что ли может где-нибудь взять тряпочку хорошо тогда давайте разгрузимся наверно разгрузимся так подождите вы тут у нас что лежит чтобы разгрузиться нам нужно все ахахахаха так уместить уместить наверно вот этот сундук так еще девять костей и чтобы вообще было по минимуму минимум хорошо но к сожалению нас не хватит ничего так я смотрю тут унитаз можно поставить еще нужен ингредиент что-то пришел сюда иди отсюда да сожалению не получится нас изготовить броньку не хватает одной тряпки для нужно пятнадцати конец конопли случайно поломал мне поломал мне мой дом конопелька конопелька а вот тут нет у нас и шкурка красивая не ребята конопли нет конопли я забрал в предыдущем москве все понятно так хорошо ну тогда пойдемте потому что на этой карте коноплей как говорится и не пахнет заводской район отправляемся мы с вами ребят в осенний ильяс так а в осеннем лесу у нас управляющего лагере там ист фёст то есть первый уже клан захватил к сожалению или к счастью насажимся прибыли спасибо большое грелочка да вот видите один из захвата то есть это ну спасибо красивому переводу надо было лук оставить чтобы место лишнее оставалось большего было так а у нас что тут осенний лес сразу заодно мы сделаем задание чтобы все эти плюшки были у нас с собой правильно возьмем ежедневочки такие небольшие тоже прикольные тут всего по чуть-чуть как раз конопелька соберем в общем все будет круто слушать тебя что есть на продажу торговля вот у него есть побег блин я бы купил ладно но потом а мы в какую локацию приехали ага нам надо вот сюда сейчас короче пойдемте вот вот туда вот вот это вот вот эти вот задания вот видите да вот раз два три четыре это такое задание называется которое я название забыл но смысл в том что это крутое задание там может быть разным лежать тут видите навигации неудобно слева вот эта штука она очень большая вот тут очень большая тихо 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 родной иди сюда да кости кости и зараженная кровь дело в том что ребят смотрите вот это мы сейчас собираем да вот эти все штуки заражена кровь о конопелька все вещи которые находятся в этих зонах они к сожалению зараженные сами предметы эти предметы зараженные и их нельзя перевести с собой на вертолете обратно рядом с вертолетом стоит такой скажем так почтальон у которого есть иммунитет к этим зараженным предметам и мы должны с помощью него переправить к себе влаги некая такая штука но у него же и этого почтальона есть те же самые ограничения есть ограничения по которыми которые к сожалению мешает перевести все предметы но это понятно для чего сделать чтобы не было прям дикого дикого фарма вещей потому что есть лимит на перевозку предметов есть на зеленый на обычный на обычных нет лимита там перевозить сколько тебе надо что надо какую-нибудь ягодку съесть тоже зараженная кровь это хорошая штука но к сожалению найдет зеленая зеленых там предметов много не перевезешь привет чё делаете наемник федерации орлиной отряд собаки меня тут это не пугайте если хочешь подраться то взгляни на доску объявлений у меня ты можешь менять свои боевые очки боевые очки хорошо я к тебе вернусь но только не сейчас вернусь займусь эти доску объявлений посмотрим у меня сейчас другая цель мне найти им надо сначала конопельку по дороге себе скрафтить новую броню и яблоку какую-нибудь что ли вот так я как нам надо бинтик какая ягодка вы чё ой волк волк а вон там что-то лежит растет цветет но это ягода обычная мы потихоньку с вами направляемся в нужном направлении движемся а я смотрю по карте и ищу коноплю оп отлично корень растения нам прокнул это очень круто так может тут спрыгнуть ничего не будет да ауч все таки было надеюсь это не на оленя а нет на оленя ладно ну что ты делаешь грелка блин меня толкнуло о сразу с одного выстрела что ты радуешься иди сюда у нее даже навыки есть покормить чем тебе покормить будешь косточку на кушать сытая довольная так что тебе еще дать команды она может смотрите хорошая собачка она может и да подождите тормози дай лапу ой ты моя ой ты ты моя грелочка молодец ты мне нравишься о стой я просто забыл его залутать вот вот пройден источник ресурсов видите вот такие вот это одно из заданий за которые даются о здравствуй мишка да он очень свирепый но мы сейчас уже прокачаны он в принципе для нас не так уж и страшно в общем в этом о вот еще один мишка в этом лесу нам много чего надо сделать и сейчас начнется атака зараженных через 30 секунд ну в принципе побегать можно но осторожно так вот источник а я тут был окей вот еще один у нас сундучок наверху лежит здесь задание ребята что самое тут крутое да тут есть погода я как-то в начале когда скил скины изучал скилы изучал зачем эта погода туда-сюда когда здесь идет дождь ты начинаешь замерзать к сожалению начинает холодать начинают всякие болячки всякая ерунда уменьшаться хп когда дождь естественно если взять в руки факел то он тухнет и костер тоже будет тухнуть в общем почти как все в суровый в суровых реалиях так это что такое это ягода в суровых реалиях все здесь происходит ага там смотрите там как раз этот челик который мы брали в прошлой серии задания типа встретить с челиком у реки это наверное про рыбалку будет сейчас речь нам дадут награду рыбалку рыбалку удочку нам дадут награду удочку да вот она ворчит время летит как ветер неприметное лицо вспомнить сложно ты кого-то ждешь я думаю о старых деньгах деньгах простите между прочим тут может пойти дождь не лучше ли зайти вовнутрь я здесь так долго спасибо тебе за работу за заботу ты ловишь рыбу да рыбалка успокаивает меня помогает размышлять о всяком хочешь попробовать давай возьми удочку и надень на крючок на крючок наживку потом подойди к воде и забрось наживку подойди к воде к воде к воде окей так оп прикольно коснитесь чтобы выбрать приманка приманка использовать давай оп ну ух ты ух ты клюет давай 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 эй сорвалась надо было жмякать ребят давайте еще разочек вид и начинает образовываться тла за то есть ну тоже так вот а все все я понял я понял давай 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 начинает растила за ног при добыче камня не выпадает кремень сожалению во время дождя давай давай ура у нас первая краб что ли что мы там собрали речной краб успешно на рыбачен и спасибо большое мне это нравится рыба приличный рыбалка как-то поспокойнее спасибо я все сделал можно идти или сколько надо нужно поймать белого амура и понятно я какой-то короче фигню поймал эх вот такая вот рыбалка скажем там 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 что-то я пошел за одним пошел за другим не знаю ребят надолго ли хватит грелка не мешает меня давай давай рыбный эксперт люся давай давай да а вот это вот это на опасно рыбка а давай 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 Давай, давай, родная. Тяни, 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 тяни. О май гад. Ну что, карп. Есть. Мне понравилось, ребят. Это офигенно. Плюс 10. Можно, конечно, так... Целый день прорыбачить. Всеядная пресноводная рыба. Очень красивая. Считается, что она символизирует удачу и пригодна для приготовления. Всё. Спасибо тебе, вас. Но рыбалка была офигенная. Я вернулся. Вот пойманная рыба. Приходили тебе на рыбалке какие-то мысли? Например, не было мысли о том, как вкусно можно приготовить пойманную рыбу. Мне казалось, что ты о таких каких-то глубоких мыслях. Разная рыба после приготовки пахнет по-разному. И, конечно же, улов зависит от используемой наживки. Да, я тебя понял. Всё, погнали. Мясная приманка. Мясная приманка. Чё? Вы забили весь мини-инвертарь. Вот видите, штучка вот эта. Заражённый. К сожалению, заражённый. Но я хочу одну штуку потом проверить. Я вам попозже расскажу. Тогда давайте, может быть, выбросим лоб, потому что... У меня места нет. Места, к сожалению, нет. Так, а чё ты это... Ты возьми какую-нибудь там мачете хотя бы. Нет, давайте лучше ствол возьмём. Так, и в дождь он еле бегает. Вот видите, грибок растёт. Гриб хорошая штука. Тоже для еды пригодится. Так, а чё у нас со здоровьем? Я не понял. Лёгкая простуда. Вы слишком ослаблены от гриппа и не можете бежать. Понятно. А чё? А куда идёт время? 20 секунд. Ещё один гриб и конопля, да? А, нет, это не конопля. Это не конопля. Вот так вот быстро кончается погода. Не погода. Плюс три конопли. Всё, беги, Вася, беги. Ты чё? Ладно, идём дальше. Вот ты злюка-то, а? Ух ты, вот ещё одно задание, да, вот оно. Часть задания, скажем так. А это, по-моему, тут сейчас будет зомбак лежать. Да, я уже выполнял такой делик. Раз. Ух ты, два. Что такое? Ты... Грибок, ты будешь его кусать? Внезапное нападение! Внезапное нападение! Так, у тебя что? Так, и остался вроде бы ещё один источник. Дай. Посмотрим, где она как-то у нас. А, он в самом начале. Видите, вот этот источник в самом начале. Мы его пропустили. Ну да ладно. Так, хорошо. Пятый караван. Сейчас мы посмотрим, что у нас здесь есть. Ещё. Приготовьте порцию джема в домике в осеннем лесу. Вот, а надо собирать ягоды, ребятки. Ягода. У меня инверталь занят. Вот видите, в чём проблема тренировки. Тренировка наёмник. Заражённый турист. Количество пять штук. Чё надо с ним делать-то? Убейте пять заражённых туристов в осеннем лесу. Их можно обнаружить в любом месте. Синего леса ночью. Будем искать туристов. Ещё бывают вот такие рандомные сундучки и падают. Респутсы. Падают респутсы. Вот. В них есть вот такая штука кремень. Это офигительно. Штукенция. Так, грелка, не пугай меня. Ну у меня тут рыбы капец. В этой игре проблема в том, что тут маленький инверталь. Вот, давай я тебя покормлю. Ребят. Ей мясо надо, я... Ты откуда взялся? Ей мясо надо. Ты не турист? Они тоже не туристы. Ну я пусть не буду тогда собирать уже. Тихо, тихо, тихо. Вот, заражена кровь, да. Только говорю, проблема в том, что много-то её не вывезешь отсюда. Там недельно вот это ограничение. Будешь вставать? Чуть присылка. Да не в баню. Да, у нас тут есть рядышком вертолёт. Это очень радует. Мы сейчас тогда... Вот он, наш вертик. Сейчас мы заберём, отвезём, отдадим и пойдём дальше путешествовать. А ещё здесь также, ребят, сколько-то времени... Тоже есть рейтинг. Сколько времени ты находишься в осеннем лесу. Это время засчитывается. И еженедельно, по-моему, или ежемесячно выводится рейтинг пребывания на этом... В этом месте. Так, услуги почты. И, кстати, я вот у него хранил вещи. И я у него хранил вещи, я думал... Семинар Апс. Вот, видите. Блин, тоже заражён. Да на всё заражённое, это капец. Понимаете, и приходится думать, что нужно перевести. Потому что вот, услуги почты начинаешь пользоваться. Ценный предмет 60 из 60. А, ежедневно можно 60 предметов. Вот. Давайте вот это. И даже от некоторых вещей придётся, к сожалению, отказаться. Не знаю, нужна мне эта рыба. Ладно, давайте отвезём в лагерь. Только место засыряет. Туристов хотя бы успеть... Пятер их завалить. Ну-ка, на плену собрать ещё чуть-чуть. Пятнадцать. Ещё шесть. Так. Что у нас там по заданию? Заражённый турист сейчас появится ночью, да? И... Посетите магазин. Это понятно. Здесь не было. Джема! Иди в баню. Это же не хочу с тобой разговаривать. Хорошо. А Джем у нас... Там надо... Наверное, надо ягодо всей этой фигни. Давайте, появляйтесь уже. Соберём. Кстати, да. Давайте мы соберём. Может быть, и нам удастся всё-таки сделать джем. Привет, волк. Ты не турист? Нет, волк не турист. У меня срёбер. Срёбер. Надо грелочки покушать, покормить. Слушайте, я её кормлю заражёнными продуктами, она с ней будет всё нормально. Ай-яй-яй. Так, я уже испугался. Ты кто? Ты турист? Оуч. Нет, ты не турист, наверное, да? Собрать десять веток. О, господи, сколько-то вещей надо собирать. Спиной, короче. На спине рюкзак это есть. Ну, иди сюда. Крошку мы заберём, потому что... Крошка-то хорошая вещь. Давай, берись. Сундук. Перезарядка. Перезарядить. Окей, забрать. Ай-яй-яй, живи-живи-живи. Холодно, видите, ребят? Ай, тихо. Да куда ты всё? Холодно очень, и поэтому... Мы начинаем замерзать, и наше хп, к сожалению, падает. Это очень плохо. Всё, иди сюда. Шипящая ты, бурлилка. Блин, как же тут неудобно. Попричай. Сиди. Эй, вы будете... Я пошёл вас искать. Туристы. Where are you? Мне ещё нужны три штучки туристов. Ну, а между делом, знаете, чё я ещё подумал, пока мы тут бегаем? Мне же нужно собрать... Так, обучение, готовки... Ещё четыре фрукта. Какие фрукты, я не знаю. Их надо, наверное, где-то брать. Добудем десять веток. Сразу пока. Днём. Чё нам ещё делать? Вот, отлично. И немного прокачаем себя. Дело в том, что тут... Что делаешь? Сразу начинается... Раскачка персонажа. Чем бы ты не занимался. Крафт, убийство, собирательство. Но проблема, говорю, всё ограничивается. Даже если покупать прем, он тут стоит на 270 рублей в месяц, что ли, то лимит увеличивается плюс 20 предметов. Ну, чё-то как-то ни о чём идти 20 предметов. Конечно, можно, да, прям брать тупо и какие-нибудь только необходимые ресурсы отправлять, потому что всё подряд, естественно, если собирать... Ну, смысла нет, короче, невыгодно. И ходить в лес, допустим, к примеру, каким-то определённым ресурсом, чтобы вот, как говорится, пойти туда, чтобы набрать то, что необходимо. То есть необходимые вещи, в любом случае. Так, давай, древесина, уже копайся. Что, ты любишь, но у меня капайся. А ещё можно тут задерживать, смотрите. Вот, видите, ты... А да-да. Ух ты. И сразу собирать. Но... У неё откал. А, как у нас уже где-то собрано. веток-то собрано надо глянуть отлично вот и все мы выполнили задание очки навыка нам все повыпадало насыпалась вообще красава красава вот и пошел дождь опять семена репса репс но репсе не буду собирать меня там лежит 66 корешков семян скажем так но их надо привезти я не забуду ли перевозить потому что для огорода который у меня там на моей ферме явно нужно еще больше места расширить свой огородик так а чё тебе вот здесь да ты хотел тут хоть погреться можно так 4 джема варенье лечу за счетом надо было сделать так выключение готовки приготовьте домики его в осеннем лесу одну порцию же мы сфотографируйте блюда для порции нужно 4 фрукта и вот это что ли топливо отчета конечно дам дровишки сейчас дам это очень много на речь на 4 минуты сейчас ума сошли а это просто будет гореть все пускай горит горит наша печка мы как раз должны изготовить погреться мастерство изготовит лучше на седьмого уровня правильно завершили же ну-ка задание непонятно да завершили это очень офигенно ребятки это офигенно так и остается там сейчас ночь нам нужно еще парочку убить я и как ночь ну почти какая-то опасная ночь дождемся ночи и в принципе там посмотрим что будем делать дальше я почти да почти добрался до завершающего квестика как раз прям перед зомбаками так собираем конопельку на пельке был сундуков сундучки сундучки лежали штуки полезны хорошо так у нас тут открыли способности давайте прокачаем собрать сила да 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 спасибо спасибо силу прокачаем и железная руда и камень теперь у нас улучшить увеличивает шанс получения железной руды на 10 экране на кремния на 4 процента во время добычи руды офигенно офигенно изготовить все качаем ухты давно здесь не был физические упражнения изготовление оружия вообще круто броня вообще вообще это офигенно теперь мы уже чуть-чуть более-менее такие прокаченные скажу вам дальше больше в лес теперь надо найти кого туристов те же самые и тогда будет усе осенний лес у нас сегодня с осенним лесом мы закончим так 5 заражен это надо убить ты турист да вот он турист продавал 2 уровня и я такой присел ой так еще нужно парочку парочку нужно ты не турист должен трогать а вот этот турист 109 блин стой пошел на точку средства отлично молочек разожгите костер вам помна да подождите со своим костром я грязь к погоди 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 грядочкой у нас проблем небольшие ты ты же не турист что ты ко мне пристал ты турист как-то дергалась видеть бежим по направлению тогда к нашему лагеру чтобы сразу сучу по дороге что уже утро она нашел я все-таки ребят последнем последнем туристов очень ждал отлично я думаю что мы сейчас отправиться к себе в лагерь там скрафтим пижамку броньку ну не пижамку в смысле куртин я называю вещи своими именами так что не беспокойтесь по этому поводу вот как-то так а вот он на наш почтальон к сожалению опять нужно передать ему вот эту штуку вот это вот это ягодная семечка ну все зараженное все конопля давайте все тогда отдадим ладно заберем остальное потом так летим обратно домой время вашего выживания синили 44 минуты максимальное время выживания в этом месте 48 минут ну к сожалению да к сожалению да придется мне сейчас ты пешится просто где необходимо необходимо прилететь домой я уже соскучился соскучился мне еще 8 хп дом ну и дом ну мы поспим ляжем под красивым красивым теплым небом и все будет нормально надо кровать вон стоит видите на втором этаже нет это не надо коды что за коды с надым тряпочку сделаем тогда здесь время забываю броня это тоже забыл сейчас ребятки дело в том что это же нас все хранится на почте так давайте изготовить одну травку отлично и теперь мы можем изготовить вот эту штуку хочу тонкая работа да плюс 2 к броне и повышает скорость добычи древесины и камней а это у нас больше хилит восстанавливающий эффект быстрее он не очень нравится так что давайте красненькую и изготовить будем такими крутыми да модная крутейка шесть пять четыре три два один отлично все теперь можно выйти надеть ее так давайте наверно что нибудь используем наверное бинтовом у нас сердце пьется слышите тук-тук тук-тук хотя можно было лечь поспать ладно давайте снарядим уху вот теперь мы такие красненько фуфаечки смотрите круто да наша новая одежонка в общем ребят не забывайте подписываться на канал пишите комментарии обязательно ставьте лайки делитесь видео вступайте в группы в ик в инстаграм по желанию конечно же все это по желанию ну а мы увидимся с вами в следующем видео летсплей всем пока пока субтитры сделал DimaTorzok и то но и как Продолжение следует...